Ангелы-хранители живут не только на небе, но и на земле. Подросток с диагнозом ДЦП ищет своего. Только не духозащитника, а мецената. Неизвестный покровитель помогает мальчику и его сестре после того, как они осиротели. Молодые люди уже расклеили по Махачкале объявление о розыске. Долгое время семья ютила в съемной квартире, которая разваливалась на глазах. Два года назад родители мальчика скончались. У сирот не стало денег, чтобы оплачивать жилье и лечение. Через некоторое время они начали регулярно получать средства. Спустя несколько месяцев им подарили квартиру в центре Махачкалы. Но благодетель так и не объявился. Я хочу поблагодарить его. Когда мне подарили квартиру, я воспитывал такое счастье и такую радость. Наши жили в спартаку шла вода. Там условия ужасные были. Ни горячей, ни холодной воды не было. Это было на улице надо было ходить, если в воду хотели бы. По словам Гаджи Мурада, ему сложно не знать в лицо человека, который заботится о нем. Сестра мальчика помогла ему напечатать листовки и расклеить их по городу. Гаджи Мурад говорит, каждым разом вспоминает о нем 5 раз на мазе. И с момента, как получил квартиру, подарили, каждый день он вспоминает и говорит, я хочу его видеть. Каждый раз, когда мы едем на лечение, у нас оплачено бывает каждое лечение в клиниках, везде. О непростой жизни больного ребенка и его семье рассказали общественники в соцсетях. После этого на них и вышел меценат. Как говорят посредники, благотворитель, искренне верующий человек, и считает неправильным кичиться добрыми делами. Он звонит регулярно, интересуется о здоровье мальчика. Он его как бы ведет по жизни. Этот человек не является каким-либо крупным бизнесменом. И самое интересное, когда покупалась эта квартира, эта сумма была частями перечислена сначала немного. Я видел, что этот человек собирает, что этот человек не открыл сейф и не достал оттуда пачку евро. А именно он собирает, он тоже напрягается, ему тоже непросто. Редактор субтитров А.Семкин